Девушки отдыхают Без хворей и потерь, в том числе и материальных. Мы продолжаем наш сериал под названием «Непутевые заметки» или «Скромное обаяние буржуазии» о круизе на шестизвездочном судне. Я прекрасно понимаю, что эта тема весьма деликатная. Большинство из вас – люди малоимущие, и вы не можете себе позволить ничего из того, о чем я вам часто рассказываю в своих мыльных операх о сказочной жизни. Но мир уже многие тысячелетия так устроен. Он делится на бедных и богатых, добрых и злых, умных и дураков. Но я знаю, что зрителей непутевых в большинстве своем – это хотя и бедные, но все же умные и добрые люди. Но как и бедный человек вовсе не всегда умен и добр, так и богатые люди не обязательно глупые и злые. Многие из наших соотечественников сегодня богатые вовсе не от того, что по-крупному воровали или составляли свой капитал преступным путем. Конечно, есть и такие, но есть и другие, кому, в отличие от нас с вами, или просто повезло, или они проявили деловую смекалку вовремя, ну или, наконец, открыли в себе скрытые таланты в той или иной области. И поэтому богатые русские есть сегодня и среди врачей, и среди артистов, и среди тележурналистов, и среди организаторов того или иного производства. И вот для них наше непутевое, ну, я думаю, в определенном смысле проспект будущих поездок. Эти люди ведь тоже часть нашего многослойного общества, так что пусть этот сериал будет посвящен им – умным, добрым и богатым. А для дураков у нас и других передач хватает. В студии «Непутевые заметки продакшн» представляет фильм Дмитрия Крылова «Непутевые заметки» или «Скромное обаяние буржуазии» – ремейк по мотивам названия одноименного фильма Луиса Буниэля. В главных ролях достойные представители буржуазного мира. Операторы – Татьяна Баринова и Дмитрий Крылов. Музыка буржуйско-классическая, хорошая. Продюсер – Брынцал Доганев-младший. Порто-Венера, Ницца, апрель 98-го года. В нашем недельном круизе, который начинался в Барселоне, а заканчивался в Монте-Карло, было всего полтора дня морского перехода, когда публика была предоставлена сама себе. Кто-то занимался собственным здоровьем в спортзалах и саунах, кто-то часами облучался под апрельским солнцем, а кто-то работал, собирая компромат для шариковых и швондеров, которые до поры до времени затаились. Вид сверху открывался замечательный. За неделю пребывания мы с моим коллегой, фотокорреспондентом Алексом Миловским, приручили наших попутчиков, приучив их видеть нас на палубе все время с камерами. И на нас уже не обращали внимания, особенно после двух, трех, четырех, ну и так далее, стаканчиков аперитива. Кстати, система «Се включено» на судне означает бесплатный алкоголь с 9 утра до 3 часов ночи. Ну а в остальное время, то есть с 3 часов ночи до 9 утра, пассажиры могут пользоваться только содержимым своих мини-баров у себя в каюте, а в них тот же самый набор. Погода была изменчива, и когда мы встали на рейд в бухте Порто-Венера, поначалу было пасмурно. Порто-Венера напомнил мне чем-то другой итальянский городок, Портофино, что находится на Лигурийском побережье, итальянской ривьере. Такие же разноцветные дома, террасами спускающиеся к набережной, те же рыбаки, позирующиеся своими рыбачками-русалками, и те же сытые рыбацкие коты и кошки, откормленные морскими дарами. Впервые мир узнал о Порто-Венере, по-моему, в 14 веке от Петрарки. Хотя на морских атласах древних мореплавателей Порто-Венера появилась еще в 161 году до н.э. как важный морской и стратегический порт. Так же, как и из-за Севастополя, все эти трудные годы за обладание этой морской базой шла упорная борьба, в результате чего Порто-Венеры то разрушали до основания, то восстанавливали снова разрушенное. Многие поэты, в том числе и Данте, и Петрарка, воспевали красоту залива, который часто называют заливом поэтов, и сам остров, названный в честь богини Венеры. Матернатурая. Может быть, это означает натуральная, то есть настоящая, истинная мать. И кто-то розу положил в ее опущенные руки. Ее взгляд устремлен в море, она ждет своих сыновей. Очень красивое и романтическое место. Тонкие души тут невольно тянутся к высокому, поэтическому. У Саши Черного есть такие строчки. Они мне очень нравятся, особенно здесь. Жить на вершине горной, писать простые саниты. И брать у людей из дола. Хлеб, вино и котлеты. Хлеб, вино и котлеты. Все это, кстати, можно было найти на соседних улочках старинного городка Порто-Венера, который славится своим вином. А на центральной площади здесь установлен памятник нашему поэту революции, гордому Боревестнику Максиму Горькому, которого порто-венерцы почему-то называют Умберто Первый. На набережной желтые и оранжевые домики стояли тесно, прижавшись к друг другу, словно опасаясь, что кому-то не хватит места у моря. Расстроганные и расчувствовавшиеся, мы с грустью расставались с этим красивым уголком Средиземного моря. А впереди нас ждал легендарный Лазурный берег с его знаменитыми Ниццей, Каннами, Сан-Тропезом и Монте-Карло, по которым мы будем с вами бродить ближайшее воскресенье. И сегодня тоже. Итак, непутевые заметки или прогулки по Лазурному берегу. А оно, море, действительно лазурное, а еще очень романтичное, потому что все названия этих городов, распластавшихся в Негино побережье, нежно и поэтично звучат российскому уху. Сан-Тропез, Канна, Монте-Карло. Но сегодня мы с вами гуляем по Ницце. Как курорт ее открыли англичане, а за ними европейские аристократы. Русские появились здесь в 1770 году, когда Екатерина отправила сюда эскадру адмирала Орлова. Именно он и его моряки и принесли затем в Россию восторженные отзывы об этих сказочных местах. И уже в конце 19 века здесь образовалась устойчивая русская колония. Оттого многие улицы городов Лазурного берега названы в честь славных событий нашей с вами Великой Родины. Царская семья и великие князья строили здесь дворцы, виллы и церкви. Именно в Ницце находится самая красивая зарубежная русская православная церковь. Она расположена рядом с бульваром Царевича и авеню Николая II. Ведь это по его велению и на его деньги был построен этот собор. А освящен он был в 1912 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В 20-х годах, то бишь после Гражданской войны, в Ницце обосновалось более трех тысяч русских. Какая же это была драма. Ведь раньше они здесь отдыхали, кутили в лучших отелях и ресторанах, а теперь они нанимались туда же официантами. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...